Значение победы женской команды Заречья в чемпионате России для города, который она представляет, переоценить нельзя. Одинцова уже многие годы является одним из крупнейших волейбольных центров страны. Там функционируют сразу два клуба Суперлиги, но золотые медали национального первенства до Подмосковья ранее никогда не добирались. Поэтому масштаб прошедших сегодня гуляний соответствовал значимости момента. Хорошую возможность убедиться в этом имел наш корреспондент Тарас Тимошенко. Ансамбль барабанщиков, оркестр, главные действующие лица в открытых автомобилях и тысячи людей вдоль дороги, встречающие редкортеж. Съемочная группа телеканала «Спорт», в отличие от волейболисток, преодолела весь путь неторопливого торжественного исследования процессии пешком. Чутко прислушивалась к мнению общественности и пришла к выводу, что две самые популярные у народа фразы в контексте происходящего это «Круто! Почти как при Советском Союзе!» и «Смотри! Да это ж Соколова!» Знаете, для меня это шок. В принципе, действительно, было очень приятно, интересно, задумано на этих кабриолетах. Мы даже себя ощущали немножко некомфортно, потому что как-то, знаете, чувствовалось, как какая-нибудь королевская семья. Мне подобно, что-то такого было, когда мы смотрим такие церемонии по телевизору, а тут сама участвуешь в такое мероприятие, немножко ощущаешь себя непривычно, но было очень приятно, и я думаю, что это запомнится на всю жизнь. Но пройти просто пешком весь этот путь весной по улице Заречной – невелика задача. То ли дело параллельно играть на инструментах. Оркестр всю дорогу сохранял свежесть и бил своими хитами не в бровь, а в глаз. То в праздник плеталось бравурное утро красит нежным светом стены древнего Кремля, это, видимо, в память о том, что сбросили с первой ступени пьестала не кого-нибудь, а саму столицу. То публику радовали прощанием славянки. В подтексте читаем мудрое «Покой нам только снится» или «Ничто не вечно под луной». Город пришел смотреть на происходящее практически весь без остатка. Однако были рядом и те, кто откровенно выпадал из бейнстрима. По одной из контрверсий ловить ротанов в пруду куда как увлекательнее, а по другой вообще мало понятно, чем занимаются эти странные люди. Но все же волейбольные леди были на первом месте в хит-параде под названием «Главные события дня». Пусть, вопреки торжественности момента, дамы были не в платьях с кринолином, а в привычных повседневных спортивных костюмах. Я думаю, платья будут вечером и хорошее настроение будет. А сейчас мы команда, мы показали то, что мы команда, мы одинаково одеты. А вечером мы уже можем расслабиться, одеть все, что возможно и как угодно. Чтобы было самое приятное, чтобы снять уже эти костюмы, чтобы приятно было на нас посмотреть, это уже будет все вечером. Ну а далее уже вполне привычная и ничем не шокирующая официальная часть, где речи почетных гостей перемежается с выступлениями артистов. При входе в зал диктор называл всех волейболисток по имени-отчеству. Любовь Владимировна Соколова слегка удивилась и позабавилась, как и все остальные, впрочем. Нет, ну я надеюсь, что все-таки еще рано. Нет, очень резко. В принципе, было официально приятно в таком мероприятии, но лучше, конечно, просто люба. По ходу дня за речью успела побывать в местном православном храме, настоятель которого вместе с освященными по случаю Пасхи куличами подарил команде икону Георгия Победоносца. И в этом презенте, вольно или невольно, опять усматривается символичность. Покровитель Москвы, победитель дракона после поражения столичного Динамо перебрался в Одинцова. Надолго ли? Тарас Тимошенко, Дмитрий Болотников, Вести Спорт, Московская область.